Здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры с представителями институтов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт психологии и образования Казанского Федерального Университета. Абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы в эфире. На наши сегодня вопросы ответят Кротова Инна Владимировна, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности. Васина Вероника Викторовна, ответственная за прием от Института психологии и образования КФУ. Доцент кафедры психологии и педагогии специального образования. Вахрудинова Лилия Раифовна, профессор кафедры общей психологии. Может, у вас будут напутственные слова? Приветствия! Здравствуйте, дорогие абитуриенты! Мы вас уже ждем к вашему приему. Мы тоже готовимся. С 20 июня стартуем. Ваши вопросы? Какие направления есть в вашем институте? В Институте психологии и образования есть все направления, связанные с психологией и с образованием. То есть это психология, психология образования, специальное дефектологическое образование, педагогическое образование, есть с двумя профилями, с английским языком, есть дополнительное образование с английским языком, педагогика, психология, девиантное поведение, клиническая психология. Есть такие направления, как педагогическое образование высшей школы и так далее. Можете ли вы рассказать, как в этом году подавать документы на поступление и куда подходить или не подходить? В этом году мы стараемся продолжать историю прошлого года из-за того, что с карантином еще не закончились все дела. Поэтому максимально постарайтесь подавать все документы онлайн. То есть сейчас уже можно зарегистрироваться на сайте Буду студентом КФУ и начать туда подгружать некоторые документы, которые у вас уже есть в наличии. Паспорт, две странички скан, там где ваше лицо и там где адрес. Можно делать уже фотографии JPEG. А потом, когда получите документы об образовании, закончите загружать эти документы, загрузите согласие о обработке персональных данных. И будем двигаться дальше. Лучше онлайн. Хотя очно тоже будет на Кремлевской 35, но не хотелось бы большого скопления народа. Поэтому все, что максимально можно сделать из дома, лучше звоните, задавайте вопросы и загружайте из дома. А вот если говорить о вступительных экзаменах, то был задан вопрос, по какому адресу можно будет подходить именно на вступительные? Многие вступительные экзамены в этом году тоже проводятся дистанционно. Поэтому это нужно сначала выбрать направление, куда вы именно. И в основном же вступительный экзамен только у тех, кто закончил СПО и не сдавал ЕГЭ. Либо это вступительные испытания в аспирантуру, магистратуру, которые будут просто уже позже. И поэтому там уже со временем, я тоже думаю, что определимся позже. Сначала нужно просто подать все документы. А даты будут уже в личном кабинете, время будет в личном кабинете и форма сдачи. Вся информация есть уже на сайте. И вопросы, на которые нужно будет отвечать во время экзамена, они тоже на сайтах уже есть. Мы уже все разместили. А нужно ли лично присутствовать при подаче копии документов? Или их могут за ребенка подать родители? Нет, мы сейчас опять говорим больше все-таки про сканированные документы, личную подпись самого ребенка и, если есть возможность, дистанционно. Лучше не родители, лучше все-таки сам поступающий, потому что там личные подписи. Сейчас уже говоря о направлениях в институте. Какие были проходные баллы на педагогику и на психологию в прошлом году? Может быть, после этого, ладно, передадим слово нашим гостям, чтобы они немножко рассказали тоже о своих направлениях. А вообще проходные баллы в основном из трех экзаменов, если это 200, 10 баллов. То есть в среднем по 70 баллов нужно на бюджет. И мне бы очень хотелось, чтобы наши гости сейчас рассказали все-таки о тех направлениях, которые они представляют, тех кафедр, на которых они работают, немножечко поподробнее. Приветствую вас в этот волнительный момент, когда вы будете поступать в наш университет. Это совершенно такое время, когда предвкушение, что же нас там ждет, какие-то новые совершенно знания, новые отношения. И действительно, когда вы будете обучаться психологии, вы не останетесь прежними, потому что сами знания, которые вы будете получать, они начнут вас изменять. К тому же преподаватели у нас на кафедре, я, например, не только ученые, но и практики, занимаются практической психологией. Поэтому те знания, которые вы будете получать, они будут иметь для вас не только... Ну, как бы, будете приобретать не только теоретические знания, но и умение, и понимание того, как это применять на практике. Я лично Фахрудина Валерия Раифовна, руководитель магистрской программы «Психология семьи и семейное консультирование». Данное направление чем отличается? Оно отличается тем, что семейная терапия сейчас является одним из направлений эпохи постмодерна в практической психологии и воплощает в себе самые лучшие достижения психологической науки и практики в области психологии. То есть здесь синтезируются, интегрируются все самые лучшие достижения современной психологии, и вы будете уметь консультировать супружеские пары, индивидуальные консультации, детско-родительские отношения. Можете консультировать сразу всю семью как систему. Вообще семейная терапия – это системный подход к психологии. Вы будете системными психологами, социальными психологами, которые могут работать с любой группой, с любой организацией, с любой социальной системой, и в том числе и особенно с семейными системами. А мы знаем, что практически многие проблемы человека в современном мире, да и не в современном мире, мы все родом из семей, из детства. Человек рождается в семье, человек в семье формируется и далее создает собственную семью. То есть семья – это тот феномен, та ячейка, которая определяет жизнь человека. И к тому же вы будете уметь работать не только с семьями, вы будете уметь работать именно с социальными системами. Семейная терапия – это как подход в работе и в индивидуальной терапии, и в групповой. Ну вот, кроме того направления, которое я сказала, у нас еще есть три направления. Я представляю собой магистрскую программу. Это базовое образование, второй ступени. Сюда поступать нужно, чтобы поступить ко мне в магистратуру, наверное, наше направление психологии семейной и семейной консультирования. Необходимо высшее образование. Поскольку не выделены бюджетные места, уже четвертый год мы набираем коммерческие группы, и люди с радостью учатся у нас в направлении. Не можете, ну, если у вас есть какие-то знакомства или там через сети узнать. В принципе, людям нравится очень учиться на семейном консультировании. Могут ли поступить туда люди с экономическим образованием или обязательно психологическое? Нет. Кроме того, что там поступают те, у кого есть первое базовое образование, бакалавров много, есть еще люди, которые приходят туда созревшие уже, то есть с осознанным выбором. Они говорят о том, что они всю жизнь мечтали быть психологами, но почему-то поступили по каким-то причинам, получили юридическое образование, экономическое образование. То есть у них тоже есть возможность создать вступительные испытания, они тоже могут так пройти. Да, и техническое тоже образование даже некоторые есть. Некоторые поступают для того, чтобы дальше быть психологами, практикующими. Кто-то поступает для того, чтобы просто лучше понять самого себя, лучше понять, что такое психология и собственную жизнь, скажем так. И для того, чтобы поступить, поскольку это коммерческое, здесь просто необходимо высшее образование, вы должны будете пройти собеседование. Собеседование, оно будет включать в основном вопросы, связанные с тем, что для вас вообще такое психология, какие у вас есть представления об этом институте, в этом институте, я бы сказала, общество, значит, как общество даже. И для этого там есть вопросы, вам нужно знать просто в целом, понимать, владеть терминами по общей психологии, возрастной психологии, социальной психологии, специальной психологии, частично клинической психологии, больше, более подробно. Далее, то есть это те дисциплины, которые базовые на самом деле, то есть семейная терапия, семейное консультирование является отраслью также и клинической психологии. Мы будем исследовать, то есть я вас буду обучать, у нас есть занятия, работа, например, с семьей алкоголика, работа с семьей больного человека, работа с всевозможными зависимостями, с проблемами воспитания детей и так далее, поскольку эти проблемы как раз решаются в семейном контексте. Мы будете работать с семьей как в целом, и вот эти проблемы, они решаются как системные, как симптомы. Но самое главное, что у нас очень много магистратур, на самом-то деле психологических магистратур достаточно много направлений, педагогических магистратур достаточно много направлений, и специально-дефектологическое направление у нас тоже представлено магистратурой. Да, я могу даже сказать, какие еще есть направления профессиональных патру, потому что я не участвовала в Дне открытых дверей, Поэтому более подробно рассмотрела этот вопрос. Кроме этого, у нас на кафедре, например, кафедра общей психологии, которую я представляю, есть тоже направление очень интересное, оно долго набирает уже, стабильно набирает абитуриентов, студентов, магистров. Это психология состояния человека. Ее возглавляет руководитель Александр Октябринш-Прохоров, известный психолог, крупный ученый, представитель научной школы современной психологии. Очень хорошая магистратура. Значит, поскольку на нашу магистратуру бюджетных мест нет, я вот не договорила, у вас выступительное испытание будет в виде собеседования, где вот нужны будут какие-то знания, будут посмотрим, как вы вообще в целом владеете, и насколько вы хотите, вашу мотивацию. Но в целом, вот если я, в принципе, здесь нет экзаменов, поэтому здесь, поскольку нет бюджета, вот на психологии состояния, сколько мне известно, есть бюджет, да? Там тест, наверное. Да, поэтому там, скорее всего, будет уже экзамен, потому что здесь будет уже конкурс на бюджетные места, например. Далее, значит, на психологии состояния, там вы будете работать в контексте, концепция состояния Александра Октябринш-Прохорова. Здесь вот также они готовят и практик, практических психологов к работе с состояниями. Теперь на кафедре вот клинической психологии, наверное, вы сами расскажете, да, или как мне рассказывать? А можно о строках спросить у вас, когда принимаете документы в магистратуру? По-моему, 20 июня. Также 20 июня все одинаково. И после СПУ, и после 11 класса, после высшего образования все начинается. Но 20-е это воскресенье, суббот-воскресенье мы как таковой не работаем, это все онлайн только. А вот с понедельника, с 21-го, ну, если какие-то вопросы возникнут. А вот вопрос по практике, тут слово практика, а вот как проходит практику психологии, и есть ли она вообще у них? Есть, конечно, да. Значит, у нас раньше было три вида практики, сейчас их укрупнили, два вида практики. Одна связанная производственная практика, то есть здесь работают наши студенты, абитуриенты, прикрепляются к психологическим центрам, таким, например, как Доверие, значит, иные центры. Там они работают под руководством опытных психологов. Также могут быть школы какие-то, больницы. Например, вот некоторым студентам хочется какие-то свои, у них есть вот они, либо из других городов, либо им хочется в определенном учреждении, под руководством определенного психолога пройти практику, и они могут сделать договор и сами уже выбрать это место. А есть те места, которые предлагает наша кафедра, и они тоже реально могут, вот вы можете получить такой вот опыт. Да, и логопеды есть, и школьники, и дошкольное образование, потому что начальное образование и дошкольное образование, они на своих рабочих местах, то есть, в принципе, и в детских садах, и в начальной школе, то есть все равно место практики им обеспечивается. Скажите, пожалуйста, на направлении клинической психологии изучают медицинские предметы, и кем является выпускник этого факультета? Да, это тоже очень неплохая магистратура, я бы сказала, потому что клинические психологи – это очень востребованная специальность. Это медицинская психология, это психосоматика, психотерапия, это работа с теми проблемами, которые уже выходят за пределы, ну, как бы это сказать, это вот если консультативная, например, психология или семейная терапия, например, вот у нас семейное консультирование, оно тоже предполагает работу, могут быть и проблемные какие-то моменты симптоматические, но клиническая психология, она как раз нацелена на работу с патопсихологией, значит, с каким-то нарушением, с каким-то девиацией, с какими-то отклонениями в развитии. То есть пограничное состояние и медицинское, и психологическое, но в любом случае они выпускаются психологами. Нет, они не только пограничные, на самом деле они могут работать и с психическим, сопровождается работа психиатров тоже. То есть психологическое сопровождение, оно не отменяет, на самом деле, даже если это какое-то психическое рассуждение, просто есть граница, что делают психологи, а что делают психиатры. Но психологическая помощь, она не устраняется, скажем, просто где-то ведущий психиатр, где-то психолог. Ну вот очень близко к нему специальное дефектологическое образование. Именно как раз об этом мы хотим, чтобы именно Владимир нам тоже рассказал. И про это как раз-таки в эфире спросили. Специальное дефектологическое образование? Да. Да, у нас специальное дефектологическое образование, такое направление, в котором сочетается... Это область, в которой представлены медика, психолога, педагогические знания. И в принципе, ну такая коллаборативная представленность нескольких сразу направлений. Учиться и сложно, и интересно. Программа бакалавриата у нас это логопедия и специальная психология. И магистратура, магистрские программы. Это технологии профилактики девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья. То есть как раз у нас получается то, о чем говорили коллеги, где рассматриваются не самые простые жизненные обстоятельства и люди, которые попали в эти ситуации, обстоятельства. Сейчас говорят о лицах с особыми образовательными потребностями. И также есть магистрская программа нейропсихологическое сопровождение в образовании. То есть что сейчас как раз вызывает очень большой отклик и интересно. Получается тоже на стыке и как раз медика психологических знаний, и то, что может уже применять в сфере образования специалист, который окончит данную программу. И психолог, если говорить о психологе, то он, наверное, занимается тем, что он повышает качество жизни, помогает повышать качество жизни. Специальный психолог помогает, наверное, обрести, но в первую очередь, те нормы, достичь, наверное, тех норм, норм типичного развития. Специализация и адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья мы очень часто говорим с особыми возможностями здоровья, потому что не всегда у них есть эти ограничения как таковые. Это невероятно сложная профессия. Это одна из самых сложных профессий, потому что здесь нужно не только иметь глубокие знания в области психологии и законов психических, психологических закономерностей, но и иметь, нужно обязательно своих студентов всегда учу, этого совершенно недостаточно. Здесь нужно, во-первых, работать над сознанием. То есть психологи – это люди, которые должны сами разрешить осознавать зоны осознания, которых очень высокая, они очень хорошо должны осознавать и ощущать свой собственный мир, свои собственные проблемы, чтобы они не транслировались на тех людей, с которыми они будут работать. То есть это очень большая работа над собственной личностью, над собственным сознанием. Это продвинутое сознание должно быть. Он сам должен быть, если он ведет людей к высокому качеству жизни, то у него самого должно быть высокое качество жизни. Следующее, что у него должны быть очень много, это очень подготовка непростая, умений и навыков вот этих индивидуальных консультаций, особенно групповых консультаций, особенно консультаций семьи как целого. Это самые сложные виды консультаций. И к тому же между специальными психологами и психологами, например, которые специализируются на консультировании, никаких нет. Они как бы взаимодополняют друг друга, потому что не может один человек слишком много брать на себя функций. То есть здесь может быть совместное какое-то консультирование, то есть они больше прорабатывают какие-то психокоррекции, в большей степени проводят, в большей степени акцент на психокоррекции. А здесь больше идет общая гармонизация, обмежличностных отношений, внутренней гармонии, толчок для развития личности, для развития сознания человека. То есть в результате психологического консультирования вы, конечно, как это сказать, вот я сама занимаюсь практикой, но это просто невероятное изменение в жизни людей. Они вам настолько благодарны. Что значит помочь человеку быть счастливым, жить в гармонии, быть удовлетворенным своей жизнью, раскрывать пространство, вот эти вот жизненные. Но это, знаете, вкус жизни появляется, радость жизни. У нас есть еще одна специальность, психология, педагогика, организация работы с молодежью. То есть еще и не только с молодежью с девиантным поведением, но и как работать с продвинутой молодежью, с одаренной молодежью. Это тоже есть на факультете, получается, психология и образование. И вообще вот этот институт психологии и образования это один из ведущих институтов и внутри КФУ, и в мире. Поэтому вообще учиться здесь достаточно престижно, достаточно интересно, достаточно такие мощные преподаватели дают знания. Поэтому... У меня тут по поступлению. Какие предметы нужно было сдавать, чтобы поступить на психологию? Ну, мы же сказали уже о том, что направлений достаточно много, и получается, что набор ЕГЭ, например, он тоже достаточно разнообразный. При этом удобнее всего, если абитуриент зайдет на страничку, которая называется «План приема КФУ 2021 года». И там появится такая большая таблица, в которой он выберет именно то направление, на которое он собирается поступать, и уже посмотрит дальше в столбиках эти таблицы, и какие дисциплины ему нужно сдавать. И дальше там сразу стоит, какое минимальное количество баллов нужно получить для того, чтобы поступить. Но в основном это по минимальный порог до 40 баллов. То есть выше 40 нужно иметь обязательно. То есть если будет ниже, то называется он ни на одно из направлений поступить не сможет. Там же будет рядом столбик, где он увидит количество бюджетных мест, на которые он может претендовать, либо то количество мест, которые можно будет либо по контракту. То есть еще же есть такие категории, которые могут идти как по квоте. То есть есть у нас и сироты, есть у нас и абитуриенты, и инвалиды. То есть у них есть отдельный столбик, и там написано, какое направление, то есть в какую группу, сколько человек мы можем набрать. И при этом есть еще целевое поступление. То есть можно заранее, сейчас вот идет как раз эта волна, связаться с Министерством образования. Они дают нам эти направления, но при этом потом нужно будет в системе Министерства образования, видимо, отработать эти деньги, которые за них будут платить через Министерство. Сами они будут учиться бесплатно, то есть на бюджетных местах, но с условием, что потом они эти деньги отработают. А в основном везде идет либо биология, либо общество знания. А потом к ним уже добавляется через слэш, что называется и русский, и математика, и иностранный язык, то есть на те дисциплины, которые связаны с иностранным языком. Уже просто в зависимости от того, куда именно готов поступить выпускник. Тут еще вот вопрос. Здравствуйте, я иностранец из СНГ. Видел на сайте консультации перед экзаменами. Но в личном кабинете никаких ссылок нет. Что делать, подскажите, пожалуйста. Ну, это, видимо, напрямую нужно будет как-то связываться, потому что, да, со вчерашнего дня начались консультации, сегодня начались уже первые экзамены. Если не в личном кабинете, то на сайте нужно просто набрать, да, вот это вступительное испытание для иностранных студентов. И там есть не только в связи с Институтом психологии и образования, а все для КФУ. Просто должен найти свой раздел. И там все ссылочки, название команд, ссылка на команду, они в открытом доступе уже есть. Если не нашел в личном кабинете, надо просто смотреть на большом сайте КФУ. То есть экзамены начались для иностранцев, уже начались для русских, язычных, это будет чуть позже. Здравствуйте, мы хотели на магистратуру поступать как на бюджет, и есть ли такая возможность для иностранцев? Просто здесь некорректно написано. Ну, иностранцы же пишут, поэтому не особо корректно написано. Это нужно очень индивидуально ко всему к этому подходить, потому что для иностранцев там буквально одно-два места на каждой специальности. В принципе, есть, но на них тоже очень большой конкурс. Поэтому еще вот об этом нужно сказать как раз. Обязательно в этом году подавайте, пожалуйста, сразу два заявления и на бюджет, и на контракт, потому что не будет второй волны и не будет такой возможности, что вот на бюджет все закончилось, время, что называется, вы не поступили, и вы захотите заново начать куда-то подавать заявление, а прием заявления закончится 29 июля. Он закончится тоже одновременно и для бюджета, и для контракта. Поэтому для подстраховки сейчас очень прозрачное отслеживание, поступил или не поступил, и поэтому если вы видите в этой таблице, что там всего 25 бюджетных мест, а вы потихоньку там сползаете на 26, что называется, 27 место по результатам своих, ЕГЭ, ну, предположим, если мы говорим сейчас про 11-классников, тогда у вас уже одновременно подано заявление на бюджет, но это не значит, что вас заставят поступать на бюджет, если вы и на контракт, если вы и на бюджет тоже подавали. Поэтому вот эти вот варианты тоже для себя используйте, и точно так же там, где есть очное и заочное, если вы эти варианты для себя рассматриваете, подавайте, пожалуйста, сразу два заявления, потому что потом будет еще такой этап, который называется подать согласие на зачисление, и когда вы в общей таблице себя увидите, в общем рейтинге, тогда вы можете подать только одно согласие на зачисление, и оно уже будет уже окончательным, либо на бюджет, либо на заочку, либо на дневное отделение, либо на контракт, в зависимости от того, как будет складываться уже внутренняя ситуация, от того, сколько человек поступает именно на ту специальность, и куда вы планируете. Вот, например, с этим же дефектологическим образованием две магистратуры, мы, например, очень многим советуем подавать сразу заявление и туда, и туда. Вдруг окажется, что туда, куда вы вроде бы очень хотели, очень много наплыв в этом году, и там уже все переполнено, и вы не сможете там, ну, про бюджет, если сначала говорим, тогда у вас, в принципе, есть уже заявление в другую магистратуру, очень похожие смежные специальности, и вы спокойны, может быть, туда вообще нет больше никого желающих, то есть вы здесь используете разные пока варианты, и подавайте, пока есть возможность, несколько разных заявлений. А сколько можно предельно им подавать заявления? Пять направлений, пять вузов. А внутри нашего института сколько могут подать? Ну, раз официальное пять, то есть тоже пять мест, значит, да. То есть могут, например, бюджет, а потом другой направлений, где только бюджет, например, коммерческий. То есть пять в любом случае они могут это себе позволить, потому что опять, прямо сейчас не будет принятия подлинников, все подлинники можно будет сдать потом в сентябре, в октябре, в течение уже года, после того, как уже точно будешь знать, что ты поступил. То есть сейчас сразу нести подлинник совсем не обязательно. Основанием является согласие на зачисление. А когда его нужно подавать, и как? Так, сейчас пока заявление на зачисление ближе к 29 июля. То есть месяц еще на это есть. То есть я поняла правильно, то есть мы будем, то есть абитуриенты могут сдавать в этом в онлайн формате, значит, да? Все документы лучше в онлайн формате. Но лучше это они, а могут и в принципе... Ну, в принципе могут, технические секретари будут здесь на Кремлевской 35, но лучше все сделать онлайн, оно сразу там отслеживается, там сразу видно. Потому что сюда они приедут опять-таки только для того, чтобы здесь секретарь помог им занести все их документы туда же онлайн. То есть в принципе все то же самое. Я просто расширяю окно возможностей, то есть очень удобно, если вы будете оформлять все онлайн, но есть и возможность и оффлайн. Просто приехать перепроверить, если вдруг у кого-то очень-очень высокая тревожность. Да, чтобы это было. Еще вот так же и с уступительными испытаниями, я поняла, да? То есть и онлайн-формат получается и вживую вы можете приехать, я буду ждать, например, и вот будете со мной собеседовать. У вас магистратура? Я магистратура, субъективное испытание, это собеседование, а если онлайн, это тестирование, они будут в письменной форме писать, как в прошлом году, и высылать на почту. там есть определенная пошаговая инструкция на сайте. В зависимости от эпидемиологической обстановки, там уже будет видно, может быть, собеседование какие-то будут онлайн. Да, да. Может, и онлайн-собеседование тоже возможно. Наоборот. Вик pools и в ряд нет вступительных чисста ЕГЭ и все, да? Да, да. Вступительные испытания именно... Вступительные испытания есть еще послеossen спо, то есть после медицинских колледжей, после педагогических колледжей Если они идут, у них тоже есть вступительные испытания. То есть им тоже не обязательно ЕГЭ, если они в феврале на это не подавали. Но они могут тоже через собеседование поступать. Так что вы можете стать психологами, педагогами, получить психолого-педагогическое образование. Про общежитие что-то, какие-то еще вопросы были? Да, да. Давайте продолжим. Что брать с собой в общежитие? Все первокурсники у нас заселяются в деревню Универсиада. С собой самое необходимое. Хорошее настроение, желание учиться. Обучение у нас начнется, пока запланировано 1 сентября также. И самое главное, чтобы паспорт всегда был с собой. Во все организации, куда вы заходите, потому что все равно контрольно-пропускная система существует. Поэтому маски, с перчатками все это сложнее, конечно. И паспорт. Главное паспорт, ребята. Главное паспорт, да, везде. Это ваш документ и в общежитии, и везде только с паспортом. Вопрос по учебе. Будет ли меняться в этом году стоимость обучения? Стоимость уже несколько повысилась. Новые цены уже на сайтах университета появились. В основном это порядка 140 тысяч за год. Может, с вами там смотрели, да? То есть в районе 70 тысяч за семестр. Магистратура, бакалавриат примерно одинаково, ну, в зависимости от направления. Есть направления, которые несколько подороже. И магистратура есть подороже до 158 тысяч. И есть подешевле 138-130 тысяч. Ну, в среднем, вот, в районе 140. А можно я тоже вот скажу по этому поводу? Значит, с этого года психология может быть согласно решениям Министерства образования. Психологи больше заочно учиться не могут. Поэтому до прошлого года у нас были заочные формы обучения психологии. Теперь осталась только очная форма магистратуры и заочная-очная форма. То есть количество часов не сильно отличается от дневного. И вы получите, у вас будет одна корочка, будет называться магистр психология. То есть какая-то форма, она не отражена, по сути, в ваших документах выпускных. Ну, потому что гибридная форма как таковая. Часть занятий мы проводим очно, часть занятий мы проводим заочно. Ну, вот, систему Teams, наверное, наши абитуриенты еще не знают. Они больше в Zoom работали. Но вот с системой Teams мы их тоже познакомим. То есть очень похожие на Zoom. И там будут также созданы ваши группы, команды. Вы скоро познакомитесь со своими новыми одногруппниками, первокурсниками. Все будет. И интересная жизнь, и в плане воспитательной работы тоже все будет. Teams очень удобная платформа. Вот к вам вопрос. Тут вопрос из эфира. После СПО можно пройти только собеседование или нужны вступительные экзамены тоже? В магистратуру можно поступить только, значит, уважаемые абитуриенты. Магистратура – это вторая ступень. И там можно обучаться только после основного образования. То есть у вас должен быть либо бакалавриат, либо специалитет, чтобы вы поступили в магистратуру. Поэтому и вступительные испытания, они совершенно иные. То есть там требуется именно в большей степени ваша зрелость, что ли, личностная, ваша готовность учиться психологии, ваша любовь к психологии. Либо они поступают с документами СПО, делают скан не только самого документа, но и приложение, то есть все свои оценки в том числе. И проходят там уже опять в зависимости от того направления, куда вы будете поступать. Там тоже есть собеседование, там тоже есть несколько вопросов, связанных с предметами, с той же математикой, с тем же обществознанием, с тем же русским языком. И тогда они тоже зачисляются уже по вот этим вступительным внутренним испытаниям. Там есть еще интересный момент, что если это медколледж или педколледж, нельзя сказать, что они поступают на второй курс, но некоторые дисциплины, которые они уже прошли, им перезачтутся, и им не придется их по второму разу во время сессии сдавать. То есть вот здесь вот у кого-то может быть даже сокращенные сроки получатся, если вы прям блестящие на пятерке сданные дипломы красные в СПО. Может подробнее расскажете про институт, как бы почему именно к вам нужно поступать, в чем особенность? Это вот единенькая. Да, могу сказать, давайте. Ну, во-первых, наш институт, он является прямым приемлемым. У нас как бы два направления, и смежное. Это педагогическое направление, не психологическое. Вот если сказать в пользу педагогического направления, ведь это старейшая школа педагогическая у нас, с такими огромными традициями, она вообще корнями начала XIX века идет. То есть она ровесница, вот это наша Казанская педагогическая школа, ровесница Московской педагогической школы, Санкт-Петербургской. Потому что Екатерина II одним указом создала вот эти вот, дала ход вот этим созданию этих трех институтов. Поэтому здесь очень, у вас будут педагоги вас преподавать с невероятным совершенно за спиной, как бы традициями, такими вот очень как бы уникальными знаниями. Поэтому педагогическая школа очень сильная. Если кто-то пойдет на педагогические специальности, в общем-то можно за них тоже порадоваться. Что касается психологической школы, она тоже является сильнейшей в Поволжье, да и в России считается Москва, Питер и Казань. То есть здесь Казанская психологическая школа, она тоже ознаменуется, скажем, очень известными именами, выдающимися учеными, многие из которых являются классиками, фактически классиками психологии нашей отечественной, да и в мире известными. И психологопедагогическое направление, оно как бы вот на стыке этих двух направлений, а всегда как где стык, где междисциплинарность, это сейчас вообще является очень популярным, как бы трендом является. То есть вот эта стыковка, значит, вот здесь уже говорили у нас представители, дефектология, специально психология, эта состыковка идет с медицинскими специальностями, с педагогическими, с психологическими, и они, там требования, конечно, к подготовке гораздо более высокие, потому что нужно соединять в себе глубокие знания по всем этим трем направлениям, поэтому каждое из направлений является серьезным. Что психологическое направление, ну вот это, я вам могу сказать, что я сама психолог и очень люблю свою профессию, это невероятно интересно, просто вы знаете, вот студенты как пьют прям эти знания, они прям боятся пропустить занятия, понимаете, то есть даже я заболею, они просят меня, чтобы я обязательно там провелась с ними занятия, то есть это, ну, просто действительно реально и очень интересно, и весело, и мы там группы сплачиваем, они постепенно, ну, как бы, там возникает определенный процесс, на которых они учатся внутренне, телесной терапии, танцевальной терапии, музыкальной терапии, очень много возможностей дополнительных каких-то образований, у нас есть тренинговый центр, где специально оттачивает определенные направления, телесно-ориентированная психология, там, например, там, коучинги всякие, прочее, прочее, то есть у нас в институте, когда вы поступите, будет очень много, вы увидите очень много возможностей, которые перед вами будут раскрываться, и в плане профессионального развития, личностного развития, и просто вот, как сказал мой один студент, я просто счастлив, когда сюда прихожу, потому что я, наконец-то, встречаюсь с единомышленниками, с людьми, которые думают, похоже, потому что в жизни так много людей, которые бы тебя разделяли, твои взгляды, не встретишь, какое-то эйфорическое состояние, вот, поэтому я думаю, что, это ваш выбор, он, конечно, выбор за вами, но я думаю, что это очень правильный выбор, да, хороший, правильный выбор, почему, потому что вы получите хорошее образование, у вас будет, как бы, диплом, что тоже немаловажно, одного из известнейших университетов, Российской Федерации, во всем мире мы известны, то есть, здесь, как бы, и престижно, и интересно, и профессионально, как говорится. Чисто территориально мы находимся на Межлаука-1, в старейшем здании, как раз, Пединститута, даже остановка. Да, даже остановка, так Пединститут называется до сих пор, но там целые, вот, факультеты сейчас называются институтами, институт психологии, образования. Что-то добавить еще? Да, конечно, мне хочется сказать, что основная и главная наша изюминка, то, что специалисты будущего, это обладатели soft skills, мягкие навыки, которые сейчас очень популярны, востребованы, и они востребованы практически во всех направлениях, вне зависимости, связаны ли это направления с психологией или с образованием. И институт психологии и образования как раз и формирует таких специалистов, которые ориентируются в том, что происходит в современном мире, социальным окружением, и обязательно это профессионалы по взаимодействию. То есть, это очень перспективное направление, и если мы говорили о решении, о выборе, то это стратегический выбор, который связан как раз, вот, как говорили о психологах, о повышении качества жизни. То есть, это то, что работает и будет работать на перспективу ближайшее будущее. Еще вот у нас на базе нашего университета все время проводятся очень крупные какие-то мероприятия и научного плана, научно-практического плана, практического плана. Вот когда заходишь в институт, все время какая-то висит вывеска, да, вывеска висит, все время приглашают, или прямо в данный момент идет конференция, все время ходят какие-то ученые из разных стран, международного уровня очень много конференций. Это прям, вы все время будете, вас будут включать в эти конференции, вы там будете выступать, встречаться, общаться. Ну, например, вот одна из конференций, которая последние годы проводится на базе нашего университета, ИФТ, где будут обсуждаться самые такие актуальные, злободневные проблемы современного общества. Полторы тысячи человек, да, в этот раз. Сколько? Полторы тысячи. Полторы. Вы знаете, вы там будете, вот, ну, это невероятно, вот я сейчас, я являюсь модератором секции, и там вот просто человек из Екатеринбурга, человек там из Кута. Из Израиля. Да, 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 и все, значит, вот понимаете, мы дружно как-то вместе, как бы обсуждаем, потом переписываемся, а мы там чаты, я делаю там, то есть это, вы будете не просто в Казанском федеральном университете, этот университет, у него выход на международные платформы, он имеет выход, ну, как это сказать, сотрудничество со всевозможными международными журналами крупными, известными, на международной платформе. То есть это не какой-то там окраина, вы будете в центре вселенной, понимаете, такая пульс жизни. Публикации ваши тоже будут существовать, и если вдобавок еще со знанием английского языка, потому что сейчас почти все публикации идут на английском языке, значит, вы выходите тоже сразу на международный уровень, если выбираете такие специальности, которые тоже с английским языком. Это, возможно, и стажировки, и, возможно, здесь вот два сразу образования, то есть с дополнительным, да, каким-то еще. Поэтому, правда, реально возможностей очень много. У вас такой яркий, насыщенный рассказ, что мне самой захотелось в магистратуру поступать, если честно, туда. У нас вопросы закончились. У вас дополнить что-то есть? Наверное. Все? Да. Так, у нас сегодня гостями были Кротова Инна Владимировна, Васина Вероника Викторовна, Вахрудинова Лилия Раифовна. Спасибо вам большое, что рассказали о вашем институте. Надеемся, что абитуриенты решатся и поступят к вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok